Корнями наружу, ветками на лобовое стекло. Такая картина, как на улице Говорова, сегодня в Одессе не редкость. Мощный снегопад в комбинации с ураганным ветром превратили город и область в зону настоящего стихийного бедствия. Коммунальщики и экстренные службы говорят, что все под контролем. Однако у погоды на сей счет свое мнение. Уже завтра пилы, тягачи, трактора будут держать очередной экзамен. Ураган стихать не планирует. С самого утра одесситы рассказывали и добровольно отчитывались перед аудиторией соцсетей о первых ударах стихии по городу. Традиционно первыми пали деревья. Время и место, чтобы рухнуть на землю, они не подбирали. Вот огромная ветка вмиг перекрывает дорогу. А вот еще один внезапный деревянный шлагбаум в районе Героев Крут. В мэрии заявили, что бороться со стихией отправили 137 единиц техники и 1568 человек. При этом уточнили, что шторм накрывает город вне всяких норм. Среднемесячная норма осадки 42 миллиметра. Нарази, за попереджением гидрометриологического центра, наступные три часа, ожидается выпадание 50 миллиметров осадков на квадратный метр. Это у нас другая зона стихийной небезпеки. Вслед за городскими чиновниками отчитались и в службе автомобильных дорог. Там задействовали более 150 единиц техники. Из них 21 спецмашина расчищала киевское направление. На спусках и подъемах дежурит тяжелая техника, чтобы в экстренном случае отбуксировать крупногабаритный транспорт, увязший в снегу. К часу дня особых осложнений на дорогах не было. Однако тревожные сообщения пришли из района села Роксоланы. Там вытаскивали фуру. Нелегко было и на Белгороднестровском направлении. Есть проблемная дельянка от Белгороднестровского до Монаши. Это автомобильная дорога Н-33. Там с полив переметает. Працюет на этой дельянке в 5 километрах всего 5 единиц техники. И даже она не справляется, потому что там очень сильный порыв витру. И переметает с полив. И тому утворюются переметы. Наразі приймається рішення щодо подальшого можливого перекриття руху. Пока необходимости перекрывать движение по магистралям региона нет, заявили специалисты. Помощь профільной службе оказывают спасатели. У них под ружьем 134 единицы техники и 320 человек. Как ни странно, к полудню их помощь понадобилась всего один раз. В Кермановском районе, улица Самарская, 33, там вантажка «Вольво» при развороте заехала на Узбитчинку. Надавала помощь по ее выключению. Пока что мы не залучались. Вчера вечером мы выставили пересувный пост на трассе Одесса-Киев, Кропивницкий-Платоново. В разе, если будет необходима помощь по транспортному или дать помощи по обогреву, там наши люди находятся на месте. Всю оперативную информацию получает ситуационный центр службы. Здесь данные анализируют и руководят наличными силами и средствами. В этот раз, как и в прошлые годы, особенно в отдаленных районах, им помогают фермеры. Тягачи, тяжелые, типа джондира, трактора, где можно помочь или вытянуть технику. Вот как было у нас, сейчас я вам скажу, где-то три года назад было у нас на Киевской, и как бы серьезно было. В 14.00 без света оставались 49 населенных пунктов. Чтобы в дома их жителей вернулся свет, задействовали 100 аварийных бригад. В самой же Одессе коммунальщики с разной степенью оперативности распиливали деревья, восстанавливали оборванные провода. Благо, стихия пока жалеет автомобилистов. Травмированных нет. Есть лишь расстроенные, что их железные помощники не скоро вернутся на дорогу. Как вот этот микроавтобус на Говорова. Дерево рухнуло прямо на водительскую часть кабины и заблокировало движение по улице. Восстанавливать его коммунальщикам помогали добровольцы. За сегодня это у нас именно в ассоциации восьмой выезд. Это вот за сегодня то, что деревья, машины, где-то они упали на ларьки, где-то люди звонят, не могут выйти из подъезда. Сегодня действительно очень много таких ситуаций. Поэтому сегодня в экстренном режиме приходится всем по максимуму выезжать и помогать. Самый сложный случай из этих? Из этих? Ну, честно, это, наверное, когда дерево на поселке упало на ларек. С ним было труднее всего, потому что дерево крупное и было довольно трудно его срезать. Мужчина говорит, что коммунальщики достаточно оперативно очищают улицы и дороги от упавших деревьев. Но их падение постоянное. Потому быть везде и сразу ни они, ни их помощники не могут. Пока город оправляется после первого удара, синоптики предупреждают. Завтра все может повториться. Точных цифр, как и сумму ущерба, в мэрии пока не озвучивают. Видимо, ясность, в том числе и на небе, появится к концу недели. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...